Моё почтение, дорогие товарищи, только с почты. Целый ящик лампочек приобрёл. Будем эти все лампочки восстанавливать, точнее я буду постепенно. Возьмём одну из них и сделаем нечто. Допустим, вот эту. В первую очередь произведу разборку всего осветительного прибора. С целью упрощения процедуры использую кипяток. Полностью лампу не погружаю. Достаточно буквально разогреть верхнюю крышку. Аккуратно поддеваю и прохожусь по периметру. В первую очередь отсоединим провода, идущие от блока питания на плату со светодиодами. Немного смолы, именуемой профессионалами канифолью. Следующее, что предстоит сделать, извлечь плату со светодиодами. Сделать это довольно просто. В некоторых случаях плата фиксируется с помощью термоклея. В моем случае с помощью развальцовки. Аккуратненько отгибаем, и затем плата извлечется. Также снимаю задний колпачок и цоколь. Здесь все очень просто. Вероятнее всего, здесь нечто подобие шурупа. Точно. Блоком питания, некоторые называют драйвером, мы в первую очередь и займемся. Наша задача, прежде всего, узнать какое напряжение на выходе этого самого блока питания. На всякий случай, пару витков изоленты. Обязательно синий. Включаем и аккуратно проверяем напряжение на выходе. Ни в коем случае не дотрагиваемся ни к чему голыми руками. 300 вольт. Цвета излучающих элементов, в моем случае, 18 штук. Соответственно, на каждый из светодиодов приходится 16,6 вольта. Что нам нужно сделать? Нам необходимо уменьшить напряжение на каждом из светодиодов примерно на 0,6 вольта. Соответственно, необходимо, чтобы на выходе блока питания было примерно 288-285 вольт. Для того, чтобы снизить это самое напряжение, мы включим в разрыв входной цепи конденсатор. Проведем ряд экспериментов с разными конденсаторами. Для начала, конденсатор емкостью 0,22 мкФ на напряжение 600 вольт. Маловато. Отключаем. И, как поговаривал товарищ Сухов, конденсатор дело тонкое. Поэтому обязательно разряжаем его. Дабы обезопасить себя. Следующим будет конденсатор емкостью 474, это 0,47 мкФ. Идеально. 288 вольт. Отключаем. Разряжаем. В качестве дополнительного бонуса, если можно так выразиться, заменю выходной конденсатор на конденсатор большей емкости. Это позитивно скажется на снижении пульсаций выходного напряжения. Новый конденсатор становится на данное место просто идеально. Как раз притык. На всякий случай, замотал конденсатор в синюю изоленту. Естественно в синюю. Хотя, если честно, терпеть не могу синюю изоленту. Просто вызывает изжогу. Где-то была белая, но не могу ее найти. Где она делась, неизвестно. Ладно. Следующий этап самый интересный. Доработка светодиодной матрицы. Назовем ее так. Как вы могли догадаться, мы займемся отведением тепла. Каким образом лучше всего это сделать, сохранив компактные размеры? Естественно, использовав медь. Все дело в том, что медь способна отводить тепло раза в три эффективнее, нежели алюминий. Отрежу полоску шириной 5 миллиметров. Тщательно обезжириваю. И приклеиваю полоску термоклея. Термоскотча точнее. Излишки обрезаю. Излишки обрезаю. Если вы думаете, что я на этом остановлюсь, вы глубоко заблуждаетесь. Продолжим модернизацию. Размечаю и сверлю отверстия диаметром 1,8 миллиметра. Подготавливаю 4 отрезка медной проволоки диаметром 2 миллиметра. Все-таки люблю я самодельный инструмент. Особенно тот, который изготовленный мной собственноручно. Моя сувенирная плашка-держалка и плашечка. Кратко объясню, в чем суть. Ребра, медные ребра, ребрышки для дополнительного отвода тепла. Повезло, что здесь алюминиевый стакан. Также просверлил отверстие и сделал небольшие надпилы для того, чтобы воздух проходил. Входил через это отверстие и выходил сюда. Впоследствии просверлил небольшое отверстие и в самой верхней крышке рассеивателе. Собственно, все подготовительные мероприятия окончены. Быстренько соберем нашу лампу. Вот он момент истины. Вкул. Конечно же, ваш покорный слуга уже определенное время тестировал эту лампу. Работает она уже месяца два, может быть немного больше. Я специально разместил ее в комнате с небольшой посещаемостью, дабы обеспечить ей максимально тяжелые условия эксплуатации. Время от времени я ее выкручивал для того, чтобы проверить температуру. Что могу сказать? Температура чуть-чуть выше комнатной. В любом случае, греется эта лампочка в разы меньше, чем лампочка аналогичной мощности. Вообще, следует признать, что светодиод имеет очень-очень длительный срок службы. Можно сказать, вечный. Главное подобрать оптимальный режим работы, то есть правильно выбрать ток, который будет через него протекать и обеспечить ему охлаждение. Я специально для интереса нанесу маркером на эту лампочку, лампочка Ильича, дату. И мы засечем, сколько она проработает. Готовы поспорить, лет 5 она проработает, может даже больше. Кстати, обязательно напишите свое мнение. Эта лампочка была не рабочая. Напишите свое мнение, в чем была причина. Я на видео этого не показал. Не скажу, намеренно или не намеренно. Пишите свое мнение. Кто ответит на эту задачу, будет классным человеком. Peace. Пока. До пасарам.